Библейский портал экзегет.ру представляет Книга пророка Иезекииля для библейского портала Экзегет. Сегодня читаем 25 главу. 24-я была тяжелая, впрочем, те, которые перед ней не легче. 25-я, вот, наконец, нам полегчает, потому что это не против израильтян. И здесь нет такой страшной трагедии, как в предыдущей главе, где у пророка умирает жена, а ему Господь даже плакать о ней запрещает, устраивает траур. Вот он сидит просто в молчании. А в 25-й тема, которая часто появляется после темы обличения Иерусалима, Израиля, это обличение окрестных народов, которые злорадствуют. Есть народы, которые наказывают израильтян, служат инструментом божественного гнева, ну, хотя слово «гнев» — это тоже лишь в кавычках здесь употребимо, а есть те, которые, скажем так, стоят рядом и говорят «ага», вот о них и 25-я глава. «Было мне слово Господне, сын человеческий, пюрнисткам манитянам и пророчествуй на них». А манитяне — соседний народ, на территории современной Иордании жили. «Передай манитянам, пусть выслушают, что говорит им владыка Господь. Говорил ты, ага», то есть злорадствовал, «когда было осквернено мое святилище, когда израильская земля была опустошена, а дом Иуда пошел в изгнание. Так теперь я отдам тебя людям с востока, они разобьют у тебя свое стойбище, раскинут у тебя свои шатры, будут есть твои плоды и пить твое молоко. Раву я превращу в загон для верблюдов». Это столица Равы Омонска. А ман, кстати, столица Иордании, на том самом месте находится. «Омонскую землю в пастбище для овец и будете знать, что я Господь». Так говорит Господь, раз ты хлопал в ладоши и притопывал ногой, ликовал и насмехался в виде бедства израильской земли. «Я занесу над тобой руку, отдам тебя на разграбление племенам, вычеркну из числа народов и сглажу исперечно страну, уничтожу тебя и будешь знать, что я Господь». Ну, вот это с аммонитянами и произошло. Территория осталась, даже город остался, уже название Омона никому неизвестно. И обратим внимание, что параллель очевидна. Очевидно, злорадство по отношению к другому народу – это почти то же самое, что пренебрежение к своему соплеменнику. Вот внутри общины это отношение, когда другой человек – это лишь инструмент для моего обогащения, самоутверждения или чего-то еще. А на уровне международных отношений, когда другой народ для нашего народа – средство самоутверждения, обогащения, когда мы радуемся, что у кого-то плохо. У нас-то все гораздо лучше. Вот итог один и тот же. И у нас становится тоже все плохо. Так говорит ладыка Господь за то, что говорил Муав и Сиир. Это еще один окрестный народ. Сиир – это географическое название. Муав – этническое. «Будто дом Иуда тоже, что и прочие народы. За это я заголю Муаву Бог. Где города, где лучшие города его страны. Где бет-и-шимот, ба-аль-мион и кир-и-тайм. Перед людьми с востока. И, как и Омона, дам его им во владение. Так что аммонитяне не будут числиться среди народов. Произведу и над Муавом суд, и будут знать, что я Господь». Ну, Муав, третий будет, логично, Эдом. Еще один окрестный народ. Они все вот к востоку. Поэтому как раз нападение с востока их и ждет. Так говорит ладыка Господь. За то, что Эдом жестоко мстил дома Иуда и тяжко согрешил мстяем. За это, говорит ладыка Господь, я занесу над Эдомом руку. Истреблю в нем людей и животных. Обращу в пустыню. Меч погубит всех от Теймана до Дедана. Это два крайних пункта в Эдоме. «Моя месть Эдома свершится рукой моего народа Израиля». В отличие от тех, там, восточные люди придут. А здесь сами израильтяне когда-то завоюют Эдом. Кстати, и это случилось. Эдом, или более позднее название Эдумея, но название той же страны. Единственная территория, которая была захвачена впоследствии израильтянами. И даже они насильно обращали там людей в иудаизм. Но это уже будет очень нескоро. «Совершат они в Эдоме мой гнев и мою ярость, и будут знать Эдомитяне мою месть». Пророчество владыки Господа. Так говорит владыка Господь. «За то, что мстили филистимляне, и мстили жестокость, насмешки, дотла уничтожая поизвечной своей ненависти, за это, так говорит владыка Господь, я занесу руку над филистимлянами, истреблю критян». Филистимляне народ, вечный враг, израильтян, и они, судя по всему, выходцы с Крита, по крайней мере, откуда-то с островов Эгейского моря. «Истреблю критян и уничтожу, что останется на берегу морском. Велика будет моя месть, им суровыми будут наказания, и будут знать, что я Господь, когда свершу мщение над ними». Собственно, разница между израильтянами и этими народами в том, что Израиль будет сохранен как народ, остаток, вот вечное понятие пророков, а эти народы будут уничтожены практически полностью, ну, так оно и будет. Эта тема продолжится в 26 главе и немножко дальше, где будет речь уже о филистимских городах, и там более подробно и более интересно.